У отдела судебных приставов по Краснофлотскому району автомобилист разбил свою иномарку и две машины. Обе были оставлены владельцами в парковочном кармане. Дожидаться приезда полицейских остался и еще один водитель – грузовика Nissan One Net. Авария произошла на его глазах, когда мужчина выезжал с парковки. Касания с его транспортным средством не было, но шофер остановил машину и выставил аварийный знак, предвидя претензии от водителя Toyota Ipsum. Ну как, я не знаю, что приедет ГАИ, то я уеду, он на меня сейчас пишет, что я виновник, что я вроде ему тут помеху создал. Я уже выехал, пропустил пешеходов, они сзади проходили. Как он не сбил их пешеходов еще, я не знаю, он влетел тут километров 80. Его как начало тут кидать, он улетел вот туда. По словам владельца грузовика, скоростной заезд водитель Toyota Ipsum устроил на совершенно неуместной для быстрой езды дороге. Улица Авроры узкая и плохо очищена от снежного наката. Синий минивэн, которым управлял 31-летний автомобилист с 6-летним водительским стажем, ехал со стороны улицы Ильича. Шофер почему-то считал, что во всем виноват не сработавший на его машине клаксон. Ехал по прямой, здесь, домой, не езжает, по факаль, не работает, удобно сработал, по тормозам и покопился. Остановить Toyota не вышло. Машину занесло прямо настоящую во дворе Toyota Auris. Владельцы этой иномарки были дома. От мощного толчка в левый бок хэтчбэк отбросило на соседнюю машину Nissan Note. Хозяйка этого автомобиля, начальник районного отдела судебных приставов, как раз была на работе. Выслушав всех участников событий, автоинспекторы пришли к выводу, что виновник аварии – водитель Ипсума. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Субтитры создавал DimaTorzok